Свершилось. Несмотря на скептицизм, сопровождающий весь период борьбы Украины за безвизовый режим, сегодня, 11 июня 2017 года, обладатели биометрических паспортов смогли попробовать свободу передвижения на вкус. Насколько это действительно легко и комфортно? Подробнее наши корреспонденты. Закарпатская область. Пункт пропуска Тиса-Загань на украинско-венгерской границе. За час до вступления в действие безвиза. Здесь спокойно, ажиотажа нет. В очереди несколько десятков машин, как обычно говорят пограничники, в основном путешествуют по старинке с шенгенскими визами. Но вот одна семья из Ужгорода решила испробовать безвиз на себе. У бабушки, дедушки и внука новые биометрические паспорта. Шенгена нет. Надеются, в Европу их пустят. Вооружились целой кипой документов. Страховки, деньги, подтверждение о бронировании отеля. Все, что мы могли, все взяли. Это оплата через банк, а это на Черногорию. С переводом и вот здесь адрес, куда. Машины, которые прошли украинский досмотр, ждут полуночи по среднеевропейскому времени, чтобы заехать на венгерскую сторону. У журналистки Ирины Брезы тоже нет шенгена в новом биометрическом паспорте. Она едет в Венгрию по работе освещать фестиваль вина. Она, признается, очень ждала отмены виз. Легче подорожевать, без стояния в черях за визами, без хвиливания за то, что когда дадут ту визу, когда не дадут, термин подходит, ты не встегаешь. Одним словом, полегшение. И вот полночь. Венгерский пограничник дает отмашку. Машина Ирины Брезы заезжает первой на досмотр. Полицейская, кроме паспортов, попросила показать медицинские страховки и поинтересовалась о цели поездки. Пограничник проверяет по компьютерной базе данных документы и возвращает паспорта пассажирам. Проштамповал, значит пускается. И вот подходит очередь проверки документов семьи туристов из Ужгорода. Ваши документы? Виктор? Никита? Андрея? Покажите, пожалуйста, водительские права и страховку. Пограничник спрашивает о цели поездки. Анна Рудь говорит, семья едет на море, проверяют машину. Весь приготовленный пакет документов даже не пришлось показывать. Проверка паспортов заняла буквально несколько минут. Поставили штампы и можно въезжать на территорию Евросоюза. Очень хорошо. Отлично. Мы очень рады. Очень рады, что наконец-то это время пришло, к которому можно ездить свободно. По словам венгерских полицейских, с безвизом украинцам будет легче попасть в Европу. Если раньше, чтобы получить шенген, нужна была выписка из банка и приглашение, то теперь эти документы на границе спрашивать не будут. Не нужна выписка из банковского счета, приглашение. Могут проверить денежное обеспечение на период пребывания. Конечно, будут спрашивать о цели поездки. Если человек говорит, что едет на работу в страны Евросоюза, у него должна быть рабочая виза. Без визы можно ехать только в туристических целях. Черновицкая область. Украинско-румынская граница. Пункт пропуска Порубные. Ближе к полуночи в очереди машин становится больше. На часах 12. Пограничники поздравляют с вступлением в действие без виза. Приветствую вас с початком безвизового режима. Важаем, чтобы ваша поездка была счастливой. Первая туристка с биометрическим паспортом, которая хочет попасть в Европу без шенгенской визы, Юля, едет отдыхать в Болгарию на море. Пограничники работают в усиленном режиме. В три раза увеличили количество сотрудников специально к началу без виза. А еще сделали ознакомительные буклеты. Есть условия. Это наявность биометрического паспорта, действующая виза, безвизовый въезд. Даватиме право выделить страну въезд только с приватной метою. А это уже Волинская область. Украинско-польская граница. За первую безвизовую ночь новыми льготами здесь воспользовались 14 украинцев. Благодаря безвизу 17-летний Богдан Дедик впервые увидит Европу. Я не пробовал не делать ни визы, ничего. Я ждал, пока откроют все безвизы. Это классно. Можно поехать, можно увидеть, можно путешествовать. Пограничники предупреждают. По безвизу украинцы могут пребывать на территории Евросоюза не более 90 дней в течение полугода. Не могут трудоустраиваться за границей. Для этого нужны специальные визы. Но и должны быть готовыми ответить на разные вопросы иностранных пограничников. Запитывали, чи є броня на гостиницу, чи є страховка, чи є кошти на проживание, чи є банковская карта, чи ви едете транспортно. Так, ну, и мы тут, по-другому, уже питали. Пока бочку безвизового меда могут испортить, разве что очереди, говорят путешественники. Таможенники объясняют, это все из-за тех, кому нужно каждые пять дней пересекать границу Украины. У нас есть такая проблематика, которая не относится безвизу. Это машины на автомобиле на иноземной регистрации, которые имеют каждые пять дней перетенатый кордон. И если когда-то эта проблема, проблема, то тогда и будут меньше черви. По данным пограничников, безвизом в первый день его действия воспользовались почти полторы тысячи украинцев. Марина Коваль, Ольга Поломарюк, Александра Фетисова, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер.